Всем большой привет! Рада вас приветствовать на своем канале. Сегодня покажу ароматы, которые я использовала в феврале. И если вам такого рода видео интересно, оставайтесь со мной. Всем приятного просмотра! Начну я по традиции, наверное, с домашних ароматов. Покажу, чем пользовалась дома. И первый такой аромат это Sunshine Kiss от компании AVEN. Это туалетная вода. Достаточно уже давно этот аромат снят с производства. И он не самый мой любимый. Если честно, я его не особо люблю. В какой-то момент меня от него даже подташнивало. Это для меня такие тропические фрукты, либо тропический коктейль, но достаточно химозный. Стойкость здесь буквально час-два и все. Поэтому для дома, в принципе, аромат подходит. Он такой сладко-свеженький, поэтому, в принципе, я его доиспользую и на этом все. И следующий аромат, который также использовала активно дома, это от Larif. Аромат называется Qt. Для меня это такая пыльная роза, даже немножечко старенькая, такая подсохшая, увядшая розочка. Мой супруг этот аромат не оценил, он ему не нравится. Но мне, в принципе, для дома он очень даже понравился. Я им пользуюсь с удовольствием, именно вот дома. Чтобы в нем куда-то выйти, конечно, нет. А вот в качестве домашнего аромата я прям-таки довольна. Здесь целых 100 миллилитров. И я думаю, что мне как раз-таки на этот год этого аромата за глаза. Так, ну что, вот такие у меня были домашние ароматы. Теперь переходим к основным. Первый аромат, который я использовала, это Summer White Sunset. Уже из видео-видео говорю об этом аромате. То, что для меня из линейки Summer White это самый удачный аромат, самый красивый. Он супер-пупер бюджетный, но при этом звучание у него достаточно интересное. Стойкость хорошая. Аромат позитивный, аромат солнечный. И вообще я его могу использовать в любое время года. Хотя вот ассоциируется он у меня больше как-то с летом, с солнышком. Но вот и зимой, и осенью, в принципе, этому аромату я говорю да. Также я использовала аромат из Project Pen. Это Premier Luxe Gold Blush. Также от компании Avon. Аромат снятый. И мне, кстати, многие девчонки писали в комментариях, просили либо продать этот аромат, либо поменяться. Но нет, я не буду на него меняться. Все-таки этот аромат мне нравится. Да, я также по-прежнему считаю, что он для меня немножечко тяжеловат. Как будто бы мы с ним не гармонируем. Но, тем не менее, я вот его использовала в феврале месяце и наслаждалась. Буквально один-два пшик нужно, чтобы не задушить ни себя, ни окружающих. Тогда аромат раскрывается так, как он и должен раскрываться. Но это звучит очень красиво. Стойкий, шлейфовый. И люблю его носить именно с шубой. Вот почему-то этот аромат у меня ассоциируется именно как-то с мехами, с шубой. Вот что-то такое. Статный, красивый, дорогой аромат. Но вот избавляться, я, как сказала, от него пока не хочу. Потому что все-таки он снятый. И, несмотря на то, что он мне не подходит, он мне нравится. Вот если так можно сказать. Так, следующий аромат также из Project Pen. Это Prima. Prima тоже я достаточно так активно использую. Потому что все-таки этому аромату уже 5 лет. Застоялся он у меня, бедненький. И я не хочу хранить ароматы. Приходят какие-то новинки, более интересные ароматы. А вот этот вот стоит. Поэтому не хочу, чтобы он стоял еще 5 лет. Поэтому решила его доиспользовать. Не скажу, что аромат мне не нравится. Он мне, в принципе, нравится. Но на второй флакончик я бы не решилась. Даже если бы его не сняли. А здесь заявленные сливы. И, по-моему, розы есть. Вот сливы я отчетливо слышу. Даже как будто бы сливы с кислинкой. Что-то такое. Вот кислинка какая-то все-таки присутствует в этом аромате. В принципе, он очень интересный. Достаточно стойкий. Я знаю, что у него много поклонников. Но, тем не менее, аромат я хочу доиспользовать. И все. Так. Дальше. Использовался с огромным удовольствием. Аромат от Faberlic Aura. Долго я сомневалась, нужен мне этот аромат или нет. Тестировала по пробнику. И все-таки по хорошей цене я решила его взять. И не пожалела. Вот честно. В феврале месяце я им просто наслаждалась. Для меня это чисто такой белый цветочный аромат. Здесь всевозможные белые цветы. Древесная нотка. На старте также есть цитрусы. Но цитрусы для меня очень быстро уходят. Буквально 2-3 минуты и все. Потом это белые цветы. Белые цветы лидируют. Красивый аромат. Порадовала меня в нем стойкость. Несмотря на то, что все-таки ароматы от Faberlic я считаю нестойкими. Потому что на мне буквально, ну, не знаю, по пальцам считать все ароматы, которые держатся. Вот этот порадовал. Стойкость хорошая. Шлейф тоже, мне кажется, присутствует. И я, в общем-то, не пожалела. Довольно, что приобрела этот аромат в свою коллекцию. Следующий аромат, который я считаю одним из любимых в компании Eivon, это Attraction классический. Опять же, не первый у меня флакончик. И я от него просто балдею, если честно. Здесь заявлено ежевика. Есть, по-моему, также нотка пролине. И для меня здесь присутствует интересная табачная нота. В хорошем смысле этого слова. Табачность не горькая, не какая-то противная, а именно сладенькая. Мне кажется, это ежевика мне выдает такие ассоциации. Но очень красиво звучит. За счет этого аромат мне нравится. Он мне кажется очень интересным. Стойкость на мне хорошая. Вообще, ароматы от Eivon я считаю достаточно стойкими. Не все, конечно, далеко не все. Но большинство очень даже стойких и достойных ароматов. Вот конкретный Attraction я очень сильно люблю. Не дай бог его снимут. У меня, конечно, есть еще один флакончик на запасе. Но я думаю, что нужно еще все-таки приобрести. Потому что я его очень люблю. Следующий аромат, который входит в Project Pen на 2021 год. Это от новой Zari Lavey Charmade. Аромат немой. Я уже много раз про него говорила. Что он слишком цветочный, сладкий, навязчивый. Немного немой аромат. Но, тем не менее, он неплохо раскрывается на улице в прохладное время года. Вот сейчас еще в марте я пока им пользуюсь. Пока достаточно так холодно. Морозы у нас. Думаю, что потом я его уже достану глубокой-глубокой осенью и буду пользоваться. Конечно, я сомневаюсь, что он у меня закончится до конца этого года. Но, тем не менее, хотя бы какой-то расход, чтобы был. Также аромат, который я показываю просто из месяца в месяц. Это мой любимчик. Это Росарди Донна. У меня этот тестер 100 мл. Несмотря на это, я хорошо им так попользовалась. Думаю, что на лето я его все-таки уберу. А вот на прохладное время года очень даже обожаю этот аромат. Он очень комплиментарный и очень стойкий. Я его тут нанесла в 6 утра и вернулась домой где-то в 6-7 вечера. Переоделась в домашнюю одежду и до сих пор слышала этот аромат от своей кожи. И потом только вот он уже исчез, когда я только в душ сходила. Но аромат очень стойкий. Я не говорю про одежду. Он на коже, получается, держится весь день. Красивейший аромат. Обожаю его. Кстати, мне тут писали в комментариях, что этот аромат собираются снимать с производства. Поэтому кому нравится этот аромат или кто хотел с ним познакомиться, спешите. Потому что все, может быть, конечно же, могут и снять. Я вот тоже призадумалась. Может быть, даже и приобрету на запас. Хотя у меня сотка, но все-таки я им так часто пользуюсь, что быстро он у меня уходит. Дальше. Следующий аромат тоже также один из моих любимых. Это Zodica Volter This Is Hell. Это не первый мой, опять же, флакончик. Я сначала покупала 30-ку. Потом уже поняла, что мне нужно 50 мл. Для меня это гурманский аромат. Однозначно гурманский. Это взбитые сливки. Это древесность. Это ваниль. Аромат очень стойкий и шлейфовый. Шлейф у него красивенный. Аромат достаточно комплиментарный. Это тот аромат, который не стоит приобретать вслепую, потому что он либо нравится, и вы в него влюбляетесь, либо просто категорически нет. Я этот аромат люблю, поэтому я надеюсь, что он мне не надоест, и я его буду покупать из раза в раз, потому что он действительно очень классный. Следующий аромат, который я люблю использовать в прохладное время года, это Huga Boss версия Intense. Аромат достаточно интересный, сладкий. И мне кажется, для любителей свежих ароматов он покажется притранным и не подойдет. Для меня это персики. Персики с медом. И как будто бы посыпали порошок какао. Несмотря на то, что он достаточно сладкий и яркий, стойкость у него средняя, но он шлейфовый. У меня это тридцатка, в принципе, мне тридцатки достаточно за глаза. Кстати, я читала как-то отзыв, девушка писала, что любит его использовать весной и летом, именно теплой весной. Но, если честно, я не представляю, как это. Я, конечно, попробую, но мне кажется, он таким достаточно сладким. Ну, не знаю, надо попробовать. Вот, кстати, будет интересно его попробовать именно весной, теплой весной. Так, дальше. Следующий аромат из моего Project Pen. Это Reami Teas от компании Avon. Хочу его все-таки доиспользовать. Аромат мне не подходит. И вообще, в целом, линейка Rea не моя. Для меня это подбродившая слива и древесная нотка. И самое, что интересное, аромат на мне то держится долго, я его слышу где-то примерно часов пять, то примерно час я его где-то слышу. Как-то вот так. Вот не понимаю, от чего это зависит. Но вот, как я уже сказала, хочу его доиспользовать и забыть. Аромат не мой. Хотя он, в принципе, приятный. Я знаю, что он многим нравится. Следующий аромат, который мне очень нравится от компании Avon, это Far Away Rebell. Вообще, из линейки Far Away вот это для меня самый красивый, самый вкусный, самый носибельный аромат. Остальные ароматы из этой линейки мне не подходят. Немножко не мое. Они меня душат. Ну, в общем-то, как бы вот из линейки Far Away вот это для меня самый-самый красивый. Мой муж также отмечает всегда этот аромат, делает комплименты. Для меня это сладкий, гурманский аромат, достаточно стойкий. Если мне не изменяет память, в нем заявлены черные смородины, избитые сливки и соленая карамель. Очень вкусный аромат, люблю его. Также моя мама этот аромат любит. И она, кстати, его носила летом. Буквально один-два пшика и получала кучу комплиментов. Несмотря на то, что я думала, что этот аромат исключительно на холодное время года. Но нет, вот мое им понравилось тоже вот на лето. Очень красиво раскрывался. Следующий аромат также от компании Avon. Это Life. Сделанный совместный с Kenzo Takada. И я тут поняла, что его, скорее всего, наверное, будут снимать с производства. Но, тем не менее, не хочу запасаться. Не хочу приобретать себе второй флакончик. Он вообще у меня в ароматном Project Penning. Но мне тут стало его что-то жалко. Потому что, в принципе, дублировать я его не хочу. Но вот этим стало как-то мне жалко пользоваться. Аромат интересный на самом деле. Он не любимый, но он достаточно красивый. Он для меня цитрусовый. Он для меня цветочный. Цветы здесь звонкие. Цветы здесь хрустальные. Аромат свежий. И я поняла, что ему отлично подходит именно весенняя ветреная погода. Он красивый шлифит. Когда вот еще достаточно прохладный ветер. Но, тем не менее, воздух уже весенний. Поют птички, распускаются листики. Вот тогда он красиво очень звучит. Хотя я его и зимой тоже использовала. Когда мне хотелось чего-то такого легкого, свеженького. Вот он меня выручал, можно так сказать. Рука к нему тянулась. Вообще классный аромат. Следующий аромат, который мне тоже очень нравится. Это Trussardi Sound of Donna. Вообще для меня, вы знаете, есть схожесть определенная с ароматом Farver Bell. Они для меня по звучанию, может быть, не схожи. Но направление одно. То есть, если вам нравится Farver Bell от компании Avon, возможно, и Trussardi Sound of Donna тоже понравится. Очень красивый аромат. Для меня это взбитые сливки, жареные каштаны, древесность и красивые цветы. Очень интересный аромат. Вообще, я поняла, что парфюмерный дом Trussardi мне подходит. Потому что в моей коллекции, если мне не изменяет память, уже 4 либо 5 аромата. И я ими всеми довольна. Очень красивые ароматы. И вот конкретно вот этот Sound of Donna тоже меня не разочаровал. Очень красивый аромат. Сладкий, гурманский. То есть, для любителей сладенького, чего-то такого вкусненького, просто вот отлично. Стойкость хорошая. Шлейф тоже есть. Поэтому я довольна этим ароматом. Пользовалась с удовольствием. У меня здесь 30 мл, но в принципе мне достаточно, потому что ароматов сладких у меня много в коллекции. Следующий аромат это GES 1981 Los Angeles. И аромат для меня является неоднозначным. Хотя эта покупка не вслепую. Я его тестировала в L'Etoile. Мне он показался вкусным, фруктовым. Но по факту здесь есть какая-то отталкивающая нота. Я сама не могу понять, что. Хотя пирамида у него очень красивая, богатая. Мой муж сказал, что в принципе неплохой аромат. Ему понравился, как он на мне звучит. Отметил, что слышит как будто бы корицу. Но я корицу в нем не слышу. Может быть в шлейфе он как-то себя так ведет. Но не знаю. В общем, я его носила. И в принципе в какой-то момент даже улавливала, что в принципе аромат мне нравится. Что подобного у меня нет. И буду продолжать им, думаю, пользоваться сейчас вот в марте. Если руки опять же дойдут. Но в общем нужно как-то к нему приноровиться. В принципе я к нему уже немножечко привыкаю. Он не так уж и плох. Поэтому вот как бы буду пользоваться и дальше. Разнашивать. Следующий аромат от компании Fabergeek. Это Pandore. С Pandore я опять же подружилась не сразу. Но тут недавно я наткнулась на промник. Нанесла на запястье. И поняла, что да, мне он нужен. Он такой теплый, согревающий. И по факту для меня это горячее абрикосовое варенье. Или абрикосовый джем. Что-то такое, которое готовится, варится в кастрюльке. И вот этот аромат витает в воздухе. Также здесь по-моему есть нотка пролине. Которая дает сладость. И аромат мне в целом очень нравится. Очень вкусный, очень приятный. Стойкость на мне в принципе хорошая. Конечно где-то в середине дня я его обновляю. Но тем не менее я считаю, что все-таки стойкость здесь более чем даже. Классный аромат. Я его люблю. Следующий аромат от компании Ariflame. Это Valoré. Вот такая вот симпатичная розочка. Но к сожалению аромат не мой. Вообще не мой. Я его заказала вслепую по хорошей скидке. И прогадала. К сожалению для меня это на старте какая-то очень пудровая. Либо пыльная нота, которая бьет в нос. Буквально вот эта пудра держится час. А потом аромат для меня просто становится. Ну таким знаете сладеньким, невнятненьким. То есть я не слышу ни цветов, ни фруктов. Это просто вот какая-то конфетная нота пролине в базе. И все. То есть старт мне не нравится у аромата. Как раз вот этот час он шлейфовый. Потом он уже близко к коже сидит. И просто такая невнятная какая-то сладость. Вообще мне аромат не подошел. Для меня он невнятный, непонятный. Думала вот в феврале носила что-то изменится. Может как по-другому он для меня раскроется. Но к сожалению нет. Также по-прежнему аромат мне не подходит. Я не могу сказать, что фон неприятный мне. Но пользуюсь я им не часто. Потому что рука к нему не тянется. Дальше. Следующий аромат, который пользовалась с удовольствием. Это Lady Million от Pac-Rabon. Аромат я этот очень люблю. И он у меня опять же в моем Project Pen. Потому что он у меня достаточно давно. Осталось его здесь совсем немножко. Я решила его доиспользовать. Хотя аромат мне очень нравится. Я пользуюсь им с удовольствием. Сейчас вот в марте тоже им пользуюсь. Для меня это медовый, бело-цветочный, сладкий аромат. Он древесный. И стойкий, безусловно, шлейфовый. И очень комплиментарный. Мне часто на него делают комплименты. Аромат для меня дорогой. По своему звучанию. Я его очень люблю. Вот просто я им пользуюсь действительно с удовольствием. Несмотря на то, что аромат сладкий, достаточно тяжелый. Для кого-то покажется. Не все его любят. Мне кажется, большинство его не любят, чем любят людей. Но я отношусь к числу, которые любят этот аромат. Это уже не первый у меня опять же флакончик. И я думаю, что впоследствии, если я по нему соскучусь, просто приобрету себе потом объем поменьше. Может быть, миллилитров 30 возьму. И мне этого будет достаточно. Следующий аромат от компании Faberlic. Это Beauty Cafe Caprice. Уже тоже неоднократно я его показывала. Вы знаете, аромат очень вкусный. Он конфетный. Но для меня он простоват. Вот честно, он простоват. И плюс ко всему, это, наверное, самый большой минус. Он на мне вообще не стойкий. Буквально час-полтора он держится. И все. Я, возможно, приобрела себе бы полную версию. Потому что, в принципе, он вкусный. Он мне нравится. Но вот стойкость. Ну вот никакая на мне вообще стойкость. Поэтому только из-за стойкости аромат в полной версии я брать не буду. Я вот эту 30-ку, конечно, добью с удовольствием. Я им просто, можно сказать, обливаюсь. Потому что он не стойкий. И все. Я его не повторю. Следующий аромат, который я очень люблю. Это один из моих любимых в моей коллекции. Также один из любимых в компании Avon. Это классический черреж. Я уже, опять же, не знаю, какой по счету это у меня флакончик. С этим ароматом я знакома с 2014 года. И вот с тех пор он всегда есть в моей коллекции. Он всегда стоит на моей полочке. И он мне не надоедает. Конечно, он не всем понравился. Не всем подошел. Но я являюсь его поклонником. В нем заявлен мой любимый розовый перец. Я его здесь слышу. Также здесь, по-моему, есть цветок вишни. Но, в общем и в целом, аромат мне очень нравится. Это прям вот мое. Он на мне очень стойкий. Он шлейфовый. Мне часто делают комплименты на этот аромат. Спрашивают, что за аромат. И я им очень довольна. Я его просто обожаю. Черреж – это прям вот моя любимка. Опять же, не дай бог его снимут. Следующий аромат – это Амор Амор от Кошарель. Для меня это такая парфюмерная классика, можно сказать. Когда-то давно у моей мамы был этот аромат. И вот сейчас мне захотелось его приобрести в свою коллекцию в самом маленьком объеме. Здесь 30 мл. Хотя, по факту, посмотрите, какой масенький флакончик. Как будто бы здесь все 20 мл, а не 30 мл. В общем, аромат мне понравился. Как на мне раскрылся в феврале месяца. Я наслаждалась им. На старте я слышу черную смородину. Она буквально за минуту-две уходит. Также для меня здесь цитрусы. Но цитрусы не просто вот апельсинки, мандаринки, а как будто бы горький грейпфрут. Потом выступает розочка, белые цветы. Также слышу, как будто бы красные ягоды. Хотя они не заявлены в промеде, но я слышу их. И для меня это древесный и амбровый аромат. Вообще, это сладко-горький аромат. Сладость здесь не притранная, но она для меня присутствует. И горчинка присутствует для меня на протяжении всей носкости. Она меня никак не отталкивает. Наоборот, это какая-то изюминка. В общем, аромат классный. Мне он понравился. Стойкость хорошая. На одежде долго держится. На коже, наверное, примерно часов 6-7. Потом я его уже обновляла. В общем, классный аромат. Тоже им наслаждалась. И крайний аромат, который я использовала в феврале месяца. Это моя новинка. И этот аромат я вам еще не показывала. Это Сальвадор Феррагамо Синьорина. Аромат называется Рибель. Не буду сейчас заострять внимание. Потому что я планирую снять отдельное видео, где покажу свои парфюмерные новинки. У меня их достаточно много появилось. И подробно расскажу об этом аромате с пирамидой. Скажу только, что он очень вкусный. Он сладкий. Он для меня конфетный. Плюс-минус в одном направлении с фаровой Рибель. В нем, по-моему, заявлено мороженое, кокос, что-то такое. Но аромат очень вкусный. Мне нравится. Сладкий. Я в нем была на 14 февраля. И просто им наслаждалась. Но я думаю, что отдельно вам его покажу. Еще засматриваюсь на черненькую Синьорину. Тоже мне очень понравился аромат. Ну что, девчонки. Вот такие ароматы у меня были в феврале месяце. Мне кажется, достаточно много я поносила. Если вам это видео понравилось, ставьте пальчики вверх. И всем пока-пока. До новых встреч.